Десногорская администрация Не всегда наше мнение у всех членов комиссии совпадает. Это обыкновенный рабочий момент. Рассмотрение хода Тайс о помиловании в колонии-поселении Десногорска. Сводка криминальных происшествий за неделю. Очень тяжелая игра. Все очень устали, все старались. Команда Десногорска всегда молодцы. Очередной матч в баскетбольной лиге Смоленской области среди мужских команд. Переходим к темам выпуска. Новый эпизод нестыльевого расходования бюджетных денег может стоить свободы бывшему мэру Смоленска Владимиру Саваренко. По результатам проверки контрольно-счетной палаты Смоленской области выявлено завышение стоимости ранее проведенных ремонтных работ и неэффективное расходование средств областного бюджета. Общий финансовый ущерб оценен в 17 миллионов рублей. Ранее экс-мэр уже был призван виновным по аналогичному делу. Летом прошлого года сумма претензий к Саваренко составила 2 миллиона рублей. В результате продолжительных судебных тяжб он был признан виновным в несолевой растрате. Глава Десногорска Андрей Шубин и представители городских организаций провели плановое еженедельное освещание. Подробности в сюжете. Праздничные дни в Десногорске прошли спокойно. Чрезвычайных происшествий зафиксировано не было. Инфекционные заболевания фиксируются на обычном уровне, что говорит об общей благоприятной обстановке в городе. Уборка мусора и твердых бытовых отходов проводится в штатном режиме, согласно графику. Уже сейчас принимаются меры по подготовке города к осенне-зимнему периоду. Смоленская атомная станция проводит, готовится и проводит гидравлические испытания 2-й магистральной тепловой сети. Мы параллельно готовим и завтра проводим гидравлические испытания магистралей 2-го, 4-го и 6-го микрорайонов. В связи с чем с сегодняшнего дня горячее водоснабжение в этих микрорайонах будет ограничено. Мероприятия города представлены предстоящими акциями и концертами. 17 мая в Историко-Кровеческом музее 3-го микрорайона состоится всероссийская акция «Ночь в музее». Занавес открывается. Также в этот день Десногорск принимает Смоленскую благотворительную кинонеделю «Детский киномай». В 12.30 в Центре культуры и молодежной политики состоится встреча с творческой группой, актерами театра и кино Андреем Носковым и Анной Курковой, писателем-астрологом Тамарой Глоба, художником анимационных фильмов Марины Курчевской и писателем Анной Трескуновой. Кроме этого, 18 мая состоится областной конкурс «Музыкальная семья-2019». Мероприятие будет проходить в Десногорской детской музыкальной школе. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Дозганова, Десна-ТВ. В Смоленске во время недавней межрегиональной вахты памяти поисковики обнаружили более 2,5 тысячи боеприпасов, около 500 мин и снарядов и почти 400 деталей разного вида оружия. Предполагается, что все боеприпасы находились в земле со времен Второй мировой войны. На некоторых минах есть маркировка «1942 год». Саперы предупреждают, что подобные снаряды не стоит пытаться обезвредить самостоятельно, поэтому свои оружейные находки и все взрывоопасные предметы поисковики передали специалистам для утилизации на специально оборудованной площадке. Важно помнить, что обо всех опасных находках необходимо сообщать пожарным спасателям, полиции, военкомату или обратиться в местную администрацию. Утилизируют оружие в печах столеплавильного цеха одного из металлообрабатывающих предприятий области. Затем металл после переплавки используют в промышленности. Члены комиссии по вопросам помилования приехали в колонию поселения номер 5 по Смоленской области для рассмотрения хода тайств об освобождении по амнистии. Подробности далее. В колонии поселений номер 5 отбывают наказание бывшие сотрудники судов и правоохранительных органов. Довольно большая часть из них осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий. Поэтому все три хода тайства о помиловании, которые члены комиссии рассмотрели при личном участии осужденных, были за совершение подобных преступлений. Два из них со смертельным исходом. Подавшим хода тайства задавали вопросы о наличии у них образования, социальных связей, возможности трудоустройства после освобождения, желание трудиться и возмещать причиненный потерпевшим ущерб. Почему вы считаете, что вас нужно помиловать? Расскажите, пожалуйста. У меня дома трое детей оставить. У меня, которые плачут сейчас ипотеку. Осужденные в полной мере признали свою вину и были согласны с тяжестью назначенного наказания. Но отягчающие обстоятельства, такие как управление транспортным средством в нетрезвом виде или с водительским удостоверением, у которого истек срок действия, не позволили комиссии поддержать ходатайство о помиловании. Заключенные продолжат отбывать наказание, которое им назначил суд. В составе комиссии преподавателей и активные члены общественных организаций Смоленской области. Работа комиссии регулярна и повсеместна. Члены организации выезжают в места лишения свободы региона не менее двух раз в год. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. За прошедшую неделю в ОМВД России по городу Десногорску поступило 88 сообщений и заявлений, из которых три преступления, все три раскрыто, Телесные повреждения – 15, ДТП с техническими повреждениями – 10, Смерть некриминальная – 3, прочие – 57. Раскрыто одно ранее совершенное преступление. Выявлено 92 административных правонарушения, из которых 70 за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 2, антиалкогольные статьи – 10, прочие – 10. Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено. Смоленская областная больница была открыта в 1943 году и на сегодняшний день является современным лечебным учреждением, которое ежегодно посещает около 115 тысяч пациентов со всех регионов. Учреждение осуществляет лечебную и реабилитационную помощь по более чем 30 профилям. После полученных результатов обследования технического состояния здания, губернатор Алексей Островский распорядился выделить на оснащение больницы около 20 миллионов рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда и пойдут на ремонт пищеблока, замену ветхой кровли, ремонт электротехнических сетей, систем водоснабжения и канализации, а также будет реконструирован фасад здания. Традиция баскетбольных выходных постепенно возвращается в Десногорск. 12 мая на арене физкультурно-оздоровительного комплекса Десна состоялась встреча Динамо Русенергатом САЭС и команды Квантум Сатис. Этот матч баскетбольной лиги Смоленской области прошел спокойно и без сюрпризов. С первых минут доминирующую позицию заняли игроки из Десногорска, которые по хозяйски уверенно завладели мячом. На протяжении всей игры сохранялся активный темп встречи. Команда САЭС технично из должной энергии показывала свое преимущество, фиксируя его в каждом тайме. В последние четверти десногорцы вышли вперед на 17 очков, но соперник не собирался сдаваться и навязал борьбу в последние минуты встречи. Но команда хозяев поля сумела удержать преимущество и добилась победы со счетом 62-55. Очень тяжелая игра, все очень устали, все старались. Команда Десногорска всегда молодцы, это лидер турнирной таблицы нашей по баскетболу. Ребята молодые, бегут хорошо, наверное, немножко прибавили. В прошлый раз они гораздо слабее были. И сейчас уже нельзя с ними расслабляться. Отмечается, что «Квантум САСИ» стал подниматься в турнирной таблице и показывает уверенно неплохую игру. Из преимуществ десногорцев традиционно можно отметить хорошую скорость и точные дальние броски. Из 11 команд, участвующих в баскетбольной лиге Смоленской области, команда САЭС разместилась на третьей строчке рейтинга. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Постоянное расширение ассортимента и новые технологии производства кондитерской продукции привели к рекордному спросу на сладкие изделия. По крайней мере, так объясняют эксперты, высокий спрос на кондитерскую продукцию. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, куда входят крупнейшие производители шоколада и десертов, посчитала, что в 2018 году в среднем каждый россиянин употребил более 25 килограммов кондитерских изделий. И это рекордный показатель. При этом динамика потребления увеличивается от года к году. Тем не менее, эти показатели пока не дотягивают до данных экономически развитых стран. Например, в Германии один житель потребляет в среднем 34 килограмма сладкого в год, а в Великобритании больше 27 килограммов. В конце выпуска о погоде 16 мая в Десногорске пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью около 11 тепла. Больше интересного на нашем сайте disneyodefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!